Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о новой форме дегидроквертицина, которую мы вам хотим предложить. Дегидроквертицин — это природный биофлавоноид, это самый сильный антиоксидант, который уничтожает все свободные радикалы, оксиданты, которые постоянно в организме образуются. Когда я путешествовал по Индии, довольно много я встречал долгожителей. Для меня долгожитель — это человек, которому за 200 лет. Я обнаружил, что половина долгожителей, они пользуются особой формой, порошковой формой, которую они получают на основе переплавки металлов. Эта форма называется атомарная форма металлов платиновой группы, это ириди, паллади, осми, платина, туда входят и драгоценные металлы, серебро, золото. Я сам родом из Байкала, и с юности мы готовили огромное количество рецептов. И для сосудов, и для антистарения вот как раз у нас был наш сибирский дегидроквертицин. И тогда у меня возникла мысль объединить два препарата и наш дегидроквертицин усилить именно свойствами антистарения, репарации сосудов и добавить какие-то мистические свойства, которые как раз присутствуют у индийского химического препарата. И когда я вернулся из Индии, мы как раз попробовали смешать эти два препарата. Получилась абсолютно новая формула. Я бы сказал, получился волшебный препарат, который приостанавливает старение, который регенерирует соединительные ткани, ткани органов, регенерирует сосуды. И эту новую форму дегидроквертицина я назвал доктор Капилляр. Из природных антиоксидантов дегидроквертицин – это самое сильное средство. Основная функция – это лечение сосудов, капилляров, которые изнутри высланы эндотелием. На протяжении примерно 20 лет вот эту новую форму дегидроквертицина я как раз использовал при разных заболеваниях сердечно-судистой системы и профилактика инфарктов, инсультов, лечения инфарктов, инсультов. И пришел к выводу, что это один из самых быстродействующих и эффективных препаратов. В первую очередь антитромбозное действие. То есть большое количество пациентов, у кого были тромбы, люди, которые применяли вот эту новую форму дегидроквертицина, тромбоз в течение нескольких месяцев полностью уходил. Второе. Препарат убирает местное воспаление эндотелия. Эндотелий, то, что выстилает изнутри сосуда, это один из самых больших органов. Если его растереть, он примерно будет размером футбольное поле. Вот основная мишень нашего препарата – это именно эндотелий. Это полная регенерация сосудов, которые в основном страдают из-за проблем эндотелия. И хотел бы особо отметить, какое воздействие происходит при использовании дегидроквертицина на мозг. Так как головой я постоянно, каждый день занимаюсь. Есть особый способ правки головы. И по пульсу на микроскопе, там другими способами тоже я смотрю деятельность мозга. При использовании этой формы доктор Капиллярт значительно улучшает состояние мозга. Быстрее идет импульс, иннервация. Я даже подозреваю, что задействуется намного большее количество нейронов при использовании этого препарата. То есть, возможность мозга значительно расширяется. Очень много наблюдений по лечению раковых заболеваний. Тоже были очень хорошие результаты. Хорошие результаты были с диабетом 2. Очень сильное воздействие на печень. То есть, гипотопротекторная функция и фундицидная функция. То есть, я в большинстве случаев с микозами, особенно когда микоз проявленный, часто это проявляется именно огромными выбросами на кожу, поражения кожи волосяной части головы. В данном случае я всегда пользуюсь этим препаратом. Я попробовал на ковидных больных. Он является очень сильным антикоагулянтом. Разжижает кровь. И если с самого начала начать применять этот препарат, то продолжения болезни не будет. Так как основная мишень этого ковид-19 это эритроциты. Это стенки сосудов. То есть, можно применять при самом начале заболевания двойную дозу и заболевание сразу останавливается. Я раздаю всем своим пациентам в огромном количестве. Те, кто постоянно им пользуется, практически если они заболевают, то протекает в форме такой легкой простуды, может быть такого легкого гриппа. Ни один человек, кто долго пользуется этим препаратом, у него не было вот этой тяжелой формы пневмонии или поражения кишечника. То есть, я бы рекомендовал для каждого на сегодняшний момент ежедневно пользоваться доктором капилляром. Как принимать доктор капилляр? Если у вас давление пониженное, то за 10-15 минут до еды мы берем мерную ложечку, без гортия набираем под язык и немножко запиваем водой. Желательно секунд 30 хотя бы подержать во рту и потом только глотать, выпивая дальше определенное количество по желанию воду. Если у вас давление повышенное, то то же самое мы делаем после еды. При нормальном давлении абсолютно спокойно можно за 15 минут до еды, можно после еды. Здесь уже нет принципиальной разницы. Пейте вот этот натуральный препарат доктор капилляр. Он значительно поможет в детоксикации, для сосудов, для нашего здоровья. И, конечно, самое главное для того, чтобы остановить старение. Продолжение следует...